Привет, друзья! Ну вот и закончился долгожданный бой. Впечатления, конечно, спорные, противоречивые, но обо всем по порядку. Первое, что хочется отметить, это слова комментатора перед боем, когда он озвучил вес спортсменов и сказал, что Майк Тайсон, столько, сколько он весит сегодня, он весил 23 года назад. И наоборот, Рой Джонс, столько, сколько он весит сегодня, он еще не весил никогда. То есть ранее он все время весил меньше. То есть был в более лучшей форме, если говорить о весе. У меня сразу первая мысль мелькнула. Думаю, ну неужели Рой Джонс вообще не тренировался? То есть он что, вообще не готовился к бою? То есть не привел себя в соответствующую форму? Думаю, ну ладно, поспешных выводов делать не буду. Ну начался бой и сразу же бросилось в глаза то, что Рой Джонс действительно в плохой физической форме. Он так как бы расплылся по рингу, там разъехались ноги, руки опустил туда-сюда. И наоборот, Тайсон показал себя в хорошей форме. То есть все собран, быстро, передвижение, перемещение, быстрые ноги. Но, как мы знаем, в боксе физические качества еще не самые главные, не самые основные. Ну и пошло дело дальше. Дальше Рой Джонс стал выступать в качестве такого спойлера. То есть спойлерить, стал притормаживать, сближаться, клинчевать, не давать по себе бить. Ну что, в принципе, ну а что ему еще остается делать, да? То есть физически подготовлен менее хорошо, да, чем Тайсон. Соответственно, пришлось его притормаживать. Ну и все мы об этом, в принципе, знали, об этом и говорили, что Рой Джонс будет его тормозить, притормаживать и переводить бой в поздние раунды. Что хочется отметить по поводу Тайсона. Тайсон, конечно, хорошо защищался, хорошо перемещался, проходил, входил в эту дистанцию ближнюю. И даже что-то пытался там работать. И даже, я вам скажу, несколько раз скользь попал и по голове, ну и по корпусу там попадал. Но надо отдать должное и Рой Джонсу, и, соответственно, возрасту Тайсона, что эти удары не оказали никакого эффекта, никакого вообще впечатления не произвели на Рой Джонса. Он как продолжал перемещаться, клинчевать, сближаться, то есть его никак это не болтануло, никак это не пошатнуло, и бой продолжился. Ближе к середине боя Тайсон продолжал пытаться сближаться, атаковать, пытался продолжать бить, но Рой Джонс его умело спойлерил, притормаживал, опять же клинчевал и не давал по себе бить. Что, опять же, хочется отметить, это как Рой Джонс умело захватывал левую руку Тайсона. Судья находится с этой стороны, да, левую руку Тайсона, а Рой Джонс держит своей правой рукой, и этой бьет, да, то есть как бы и судья, соответственно, не видит эту сторону, не видит, как Рой Джонс придерживает Тайсона, а этой бьет вблизи здесь, попадал там несколько раз. Но потом, как бы, и Тайсон тоже стал левую руку Рой Джонса тоже придерживать, но делал он это, конечно, намного меньше, чем Джонс. Джонс там вообще держал, придерживал, и такое ощущение, что судье была дана команда, как бы, вот эти моменты не замечать, что ли, ну, не знаю. То есть он, конечно, судьи там было практически не видно, разнимал он их слабо, хотя, я думаю, надо было бы как бы их побольше, почаще разнимать, может быть, как-то бой бы сложился более динамично. К концу боя, надо сказать, никто ни на ком не висел, никто никого там не обнимал, там не выдохся, так скажем, да, не выбился из сил, по крайней мере, не было этого видно, так что там никто там не падал, там не болтался. Это говорит о том, что формула была выбранная правильно, действительно, вот эти раунды по 2 минуты, да, 8 раундов, оптимальная, оптимальная, то есть они вот хорошо как бы провели, и были какие-то и взрывы со стороны Тайсона, и под конец боя Рой Джонс, ну, как бы силы-то еще остались, да, надо как-то что-то хотя бы показать, да. В середине боя, кстати, Рой Джонс одиночными ударами хорошо стал попадать, одиночный удар, такие тычки, финты, пару раз он ушел хорошо, мелькнула такая вот эта вот его прошлая карьера, прошлые вот эти вот хорошие действия его, то есть что у нас, конечно, порадовало. Ну и в конце сделал несколько взрывов, подвигался, разорвал дистанцию, немножечко там махнул, хотя, надо сказать, что не попал, да, Тайсон, все удары прошли скользко, Тайсон сумел защититься, пройти, и вот так вот бой, друзья, и закончился, можно сказать, ничем. Бой закончился, руку никому не подняли, я там видел такой рывок судьи, когда он взял их за руки, не знаю, для чего он их тогда взял, если было как бы задумано, что никому руку поднимать не будут, объявлять победителя не будут, и вроде вам судья что-то дернулся, вроде, ну, мне так показалось, что хотел обе руки поднять, но потом его притормозили, и все, они разошлись, и, соответственно, никакого оглашения не было, да, хотя, вот, может быть, и действительно бы поднять бы две руки, было бы в этом бою как-то, может быть, и справедливо, да, потому что, ну, и Тайсон где-то попадал там в начале боя, ну, и Рой Джонс там под конец боя тоже пару раз там прихватил, попал, но поэтому я в начале видео и сказал, что такие противоречивые, противоречивые такие впечатления, такие спорные какие-то остались, непонятно вообще, был бой, не было боя, кто победил, кто не победил, Тайсон не смог ударить, Рой Джонс не смог красиво перемещаться, продвигаться хорошо и, соответственно, тоже жестко попадать Тайсону. Ну, и подводя итог, друзья, что мы увидели хорошего в этом бою, что мы увидели такого, чего нам и хотелось увидеть? Это такие искорки, да, такие небольшие, такие промежутки, такие временные, это былого Тайсона, то есть это работа корпусом, проход в ближнюю дистанцию, его мощные удары, которые оказались совсем не мощными уже, ну, это понятно, но, тем не менее, вот эта картинка, его вот этот заход, проход, нырки, уклоны, работа по корпусу, несколько раз она как бы, то есть он себя показал, да, то есть мы даже, я даже подумал, а вот он, сейчас он взорвется, но уже, конечно, силы в кулаках уже нету. И Рой Джонс, Рой Джонс тоже показал, во-первых, вот эти финты, пару раз у него все-таки получилось, хорошие уходы, хорошие смещения и в конце боя вот это передвижение на ногах и встречные удары, да, то есть хоть он их тоже не попал, да, то есть Тайсон не смог ударить жестко, да, то есть засадить, Рой Джонс не смог на отходе и попасть, да, эти удары, то есть такой бой с тенью, он сработал, там, пам-пам-пам, кидану, швырану. Вот это, друзья, хорошие, как бы, такие впечатления, которые вот остались, они запомнились и я думаю, что для этого этот бой и проводился, чтобы мы с вами посмотрели былого Тайсона, какие-то остатки, так скажем, былого Тайсона, какие-то вот эти искорки, взрывчики вот такие небольшие и, соответственно, вот эту красоту движения, красоту бокса былого Рой Джонса, да, тоже он там несколько раз переместился, сместился, хорошо, уверенно, красиво, красиво. Ну, а результат, в принципе, то, что там не объявили, там, как бы, никому победу и руку не подняли, Тайсон там расстроился, я так понимаю, в принципе, ну, это, может быть, даже уже и не важно, то есть, ну, прошел бой, прошел нормально, люди заработали денег, все в порядке, все хорошо. Друзья, кому понравилось, ставим палец, подписываемся.